Приветики, с вами Ольга, и я вам желаю здоровья, счастья, радости, любви. И сегодня мы снова в Италии. Смотрите, какой солнечный день, и мы снова дома, потому что карантин, карантин еще продолжается. Ну, потихонечку, потихонечку все выходят, потому что можно выходить в магазин, как я уже говорила, в супермаркет, в аптеку. Начали работать потихонечку банки кое-какие. Ну, и банка поста на почте тоже какие-то дни начинают уже открываться. Все остальные работы, мы так думаем, что начнут после 4-го, после 6-го. 6-го понедельника, 6-го, может быть, уже начнут работать такие вот, как контьеры, как они говорят, строительные фирмы, на которых немного людей работают и так далее. Но это еще под вопросом, потому что еще пока не точно. Сейчас пока они все заблокированы до 4-го апреля, но там суббота, воскресенье, конечно, не рабочие дни. И потом уже скажут, могут они работать или нет. У нас получилось так, что закрыли нашу химчистку, которой мы пользовались, селф-сервис, тоже пока до 4-го, ну, получается, тоже до 6-го. Потому что еще машинку не купили, поэтому приходится стирать руками, но это тоже временные трудности. Тоже вспомним, так сказать, еще такие времена. Но это тоже подталкивает к тому, что нужно быстренько покупать еще и машинку. Поскольку сейчас магазин закрыт, и будем это делать через интернет. Ну, это тоже все ерунда, потому что самое главное – это здоровье, и чтобы были живы и здоровы все близкие. И сегодня я хотела бы поговорить, как люди проводят карантин, карантин. То есть мы сейчас находимся в таком большом доме и должны сидеть в своих квартирах, потому что у нас нет своего сада-огорода, у которых, вот смотрите, позади меня такие маленькие домики, у кого там первый этаж, есть малюсенький такой огородик. И они уже начинают там потихонечку ковыряться, потому что это их территория. То есть это их, получается, квартира. И сейчас у кого частный сектор, начинают ковыряться в своих садах и огородах, потому что как будто бы они сидят дома, потому что это тоже их, получается, квартира. Ну, и вот в этом, так сказать, знак вопроса. Где жить лучше? Вот потому что в таких ситуациях получается, что жить в частном секторе или у кого сад-огород может быть даже интереснее, потому что в такое время, как весенние, такие вот весенняя погода, и когда солнышко светит и хочется выйти на улицу, мы практически закрыты в своих квартирах. Хорошо, что у нас тут балконов полно, а у людей и балконов нет, только в окошко дышат. А у кого есть сад-огород, они спокойненько выходят в свои сады-огороды и начинают там сажать цветочки, огурчики, помидорчики, все подряд, и салатик. И когда на это смотришь, возникает зависть такая, такая хорошая, милая зависть, потому что весной у всех просыпается, я думаю, а у русских тем более, что хочется обязательно поковыряться в земле, там поджечь какие-то там сухую траву, пожарить картошку в этом костре. Ну, в общем, такое дело. Я не знаю, сейчас и в России получается, что карантин объявили в более жестком периоде, и поэтому нужно сидеть дома, а у кого есть сад-огороды, это вообще супер. И сегодня, как обычно, поскольку я сижу дома и начинаю там всякие рецепты новые изготовлять, сегодня я с вами поделюсь одним из рецептиков, потому что мы его сегодня будем делать, такой салат, который на все времена. И зимой, и летом очень хорош, очень легенький и очень быстро делается, как обычно. И я с вами поделюсь этим рецептиком. Ну, а если у кого-то какие-то новости и какие-то вопросы, задавайте. А, еще хотела сказать, что в Италии у нас сейчас то, что используются в питании, там продукты, эти магазины могут работать. То есть не только супермаркеты, но они, говорят, еще и ботеги, маленькие такие магазинчики, где тоже можно купить соль, сахар, фрукты, овощи и так далее. И вчера уже миленький такой проехал, такой грузовичок, который кричит там, лук продаем, картошку продаем, щепула. Так это весело получается. То есть уже начинают такие вот жизнерадостные есть эти грузовички, которые продают фрукты и овощи. Очень это приятно. Ну, в воскресенье тоже проезжали по дороге полицейская машина, прям с рупором, и предупреждала, чтобы никто не гулял по улице, потому что была погода шикарная, и поэтому гоняли народ. Как я уже говорила, сейчас штрафы намного повысились, они составляют уже до 5000 евро. И если ты не предоставишь чек из супермаркета, могут даже завести уголовное дело. Я не знаю, как в России, сейчас еще в периферии это может быть не так жестко, но все равно старайтесь быть внимательными к своему здоровью. Меньше старайтесь посещать такие вот, где много скоплений людей, и больше общайтесь со своими близкими и семьями. Всех вас люблю, целую, обнимаю. Так, сегодня у нас салат такой весенний и легкий, потому что без мяса. Можно это делать и с тушеночкой. У нас основа для салата вот такая вот каша. Потом помидорчики черри, два лучка, и я добавляю тунец. Вы можете добавить спокойненько тушеночку. Итак, начинаем. Режем наш лучок, режем помидорчики и добавляем в нашу замечательную перловочку. У нас получится солдатская каша. Может быть, не солдатская, может быть, весенняя, может быть, вкусная, может быть, такая разная. Начинаем! Мы порезали лучок, потому что запах стоит обалденный. Сразу бились все микробы и сразу запахло весной. А витаминов сколько в этом луке? Добавляем в нашу перловочку. Наши помидорчики черри, мы их тоже добавляем в нашу перловочку, потому что любим мы красивые цвета. Вот зелененькие у нас есть, а сверху у нас как будто цветочки вырастают на траве. Дальше мы открываем баночки с тонно. Вы можете использовать также тушенку. Добавляем туда тунец. Я еще посыпала петрушечкой. Мы посолили. Конечно, наши переправки пикантненькой. Та-ра-ра-там! И немножко масли. Сегодня у нас такое масло, хо-хо-хо, новое и натуральное. Ммм, вкуснятина! Ля-ля-ля-ля-ля! А теперь все хорошенько перемешиваем! Наш салатик уже на столе. Смотрите, как хорошо он выглядит. Всякие цвета здесь разноцветные. И еще я сделала такой маленький помидорчик в виде цветочка. Радостного такого тюльпанчик. Сегодня у нас снова вино сицилианское, нейродавола, 13 оборотов. Всем приятного аппетита! Вот такой вот наш стульик. Ля-ля-ля! Раст! Раст! За любовь! Раст! Дичи за любовь! За любовь! Молодец! Алла-мори, татиканте! За любовь! Ю-ху!